Я приехал в Мексику с нулем испанского. Через месяц я изъяснялся там на работе. Через два месяца я сходил на свидание. Через четыре месяца я уже сделал презентацию. Это совершенно не имеет никакого отношения к кому-то полам. Сколько стоило это обучение? Пошел ли ты на этот шаг снова? Нет какого-то идеального момента. Никогда ты не готов на сто процентов. Ты просто как бы берешь и принимаешь это решение. Всем привет. Добро пожаловать на канал ProBlog. Мы сегодня находимся в Сан-Франциско. И я хочу вам представить Александра Константинова. Александр, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Да, меня зовут Саша Константинов. Я из Питера. Учился в Питере. Учил инженерное образование в телекоммуникациях. И еще получил социологическое образование. И после этого так получилось, что я работал в шести разных странах по всему миру. Могу перечислить. В Бельгии, потом в Индии, потом во Франции, потом в Мексике. И вот последние пять лет я здесь, в Штатах. И работал в интересных, очень разных проектах. Так получилось, что мне хотелось понять, как работает мир. И, например, в Мексике я работал в федеральном правительстве над конституционной реформой всей страны в области телекоммуникаций. То есть я был государственным служащим в Мексике. Мне кажется, необычно очень. По Франции работал в компании Alcatel в штаб-квартире. Такая большая телекоммуникационная компания. То есть это бизнес-структура, корпорация. Вот здесь, в Америке, я приехал сюда, чтобы получиться в магистратуре, MBA образование получить. И после этого нашел работу здесь в Сан-Франциско. И работаю над двумя стартапами, двумя проектами. Один из них в Big Data и второй в Digital Wellness. Здорово. Вообще сегодня у меня такое необычное немножко интервью. Потому что, как правило, мои герои, они были очень плотно связаны с IT-индустрией. Ты, конечно же, тоже связан. Но этим интервью мне хочется расширить какие-то горизонты своего канала и своих подписчиков. И показать бизнес-сторону IT-индустрии. Ну, я надеюсь, что ты в этом поможешь. Да, думаю, у нас получится интересный разговор. У тебя такая обширная география твоей карьеры. Много стран. С этим у меня несколько вопросов. Первый. Как ты вообще находил эту работу в разных странах? Можешь ли ты дать какой-то план, как действовать, чтобы найти работу в другой стране? Ну, это сразу вопрос на миллион долларов. Есть и куча лайфхаков, которые у меня на эту тему собраны за все время. Но я не буду вдаваться, естественно, в детали всяких виз и вопросов виз и языка, наверное, тоже. Про язык мы обязательно поговорим. Это тоже интересная тема, но да. Мне кажется, тут две вещи важны больше всего. Первое – это понять, что конкретно ты хочешь делать. Потому что тогда вся ситуация поиска работы переворачивается с ног на голову и становится все совершенно по-другому работать. Ну, и есть способы, как найти работу. Если ты как бы молодой человек, где-то 22, 23, 24, есть прекрасная организация ISEC, через которую можно найти работу, в принципе, в любой стране мира. Там у них такой отбор есть. И можно, в принципе, выбрать себе работу в любой компании, в любой стране. Так я вот попал в Индию, например, и там отработал год в консалтинговой компании. Ну, и в плане находить, что тебе интересно. Основная мысль в том, что если сузить, что ты хочешь, до очень-очень узкой какой-то ниши, и в плане типа компании, которая тебе интересна, и типа работы, индустрии, в которой у тебя есть какие-то знания, которые тебе очень нравятся, то все меняется. Ты начинаешь говорить на равных с людьми, и, соответственно, они тебя воспринимают не как какого-то ищущего работы человека, а как человек, который может помочь реально компании продвинуться куда-то вперед. Что касается того, как внедряться в культуру. Я неоднократно на своем канале, да и, собственно, мои герои затрагивали тему, что очень важно влиться в профессиональную культуру, потому что это дает тебе большой толчок в росте карьерном и так далее. В то же время многие не осознают, что это вообще проблема. Ты поработал в разных странах, причем они очень с разным менталитетом. Ну, то есть Индия, Америка, Мексика, Франция, Бельгия. Россия. Да, Россия, конечно же. Страны, которые действительно имеют большой такой гэп между пониманием друг друга в профессиональной культуре. Можешь ли ты дать какие-то советы, как становиться универсальным бойцом? Или как быстро понимать, какие культурные особенности нужно подхватывать, чтобы комфортно работать с другими людьми? Да, действительно, все культуры разные. И когда ты едешь в какую-то другую страну вне твоей собственной культуры, особенно у нас в странах СНГ, очень единообразное мышление. Мы все немножко одинаково. Когда мы учимся, мы не видим людей в других культур. Когда мы живем, как ты тоже общаешься с людьми, которые очень на тебя похожи, а, например, в США, это совершенно по-другому. Ты с маленьких лет видишь людей, которые выглядят по-другому, думают по-другому и так далее. Они растут с этим. В русскоязычных странах, в СНГ, это не так. И этот переход занимает какое-то время. И понять, что, оказывается, многие вещи могут делаться по-другому. Если конкретно, то можно почитать про каждую культуру какие-то особенности. Например, люди совершенно по-разному относятся к деловым встречам. То есть в каких-то культурах это 90% какой-то милый разговор. И в конце там, а, кстати, нужно нам что-то еще решить было по делу, что будем делать. И вот они решают в последние 5 минут встречи. А в других культурах это какой-то, знаешь, какой-то конфликт, какая-то драма. То есть вы решаете какую-то проблему, и нарастает градус, и в какой-то момент как будто бы может показаться человек, который не из этой культуры, что как будто какая-то будет сейчас прямо спор или ссора очень серьезная. На самом деле это должно пройти все через драматический момент, чтобы потом они пришли к решению. Мне кажется, не хочу называть странно, чтобы я там где-то... Я догадываюсь. Да, да. Мне было бы интересно, кстати, что думают мои подписчики. Можно это провести как-то в комментариях, в догадке. Да, и это на самом деле описано. Есть как бы на эту тему теории. И вот, например, в Канаде у них тоже мультикультурная страна, они с этим сталкиваются. И есть у них на сайте, нужно будет, наверное, поискать на каком, есть у них описание по каждой культуре, вот именно с точки зрения бизнеса, как правильно вести встречу, как правильно там, не знаю, поприветствовать, как правильно одеваться принято, какие как бы вот особенности. Это вот один лайфхак. Ну и второй лайфхак, это просто в том, что нужно всегда сразу же после приезда в новую страну строить себе с нуля социальную сеть и сеть общения. И нужно на этом очень сконцентрироваться. И есть способы, как это делать. Например, ну, во-первых, нужно с коллегами, их можно больше проводить времени. У меня такое ощущение, что в нашей культуре как-то принято, что с коллегами, как правило, ну, бывают разные типы компаний, но, по крайней мере, с тем, чем я сталкивался, работа и как бы вот твоя остальная жизнь, они как-то разделяются. И не обязательно ты с коллегами как бы тусишь после работы. А вот, например, в Мексике это просто твои лучшие друзья становятся. Просто все коллеги подразумеваются, что вы еще там помимо работы что-то делаете. И этим нужно пользоваться и с ними дружить там, и, соответственно, через них познавать культуру. Плюс есть всевозможные лайфхак. Есть всевозможные организации, которые организуют интересные культурные ивенты или бизнес-ивенты, встречи. Здесь, например, там Meetup. Дойдешь на Meetup, выбираешь тему. Есть еще культурные организации, типа вот, например, у Франции есть Alliance Frances или Британский совет, British Council, который Британия или Франция открывает, в принципе, в каждом большом городе по всему миру, да? И они там что-то делают, смотрят кино, там на их языке какие-то делают, тусовочки устраивают. И вот очень интересно следить за их событиями и куда-то ходить, потому что там всегда знакомишься с интересными людьми. Посольства стран устраивают интересные тоже мероприятия. Культурные центры при посольствах. Ну и последнее, наверное, это язык. Язык позволяет действительно узнать культуру как ничто другое. То есть изучать язык в стране, где ты находишься, это просто, мне кажется, императив. Кстати, языка. Ну, конечно же, перед тем, как к этому интервью готовилась, я заглядывала к тебе в LinkedIn и видела, что у тебя указано, если не ошибаюсь, четыре языка, которые ты знаешь. Ну, ты, собственно, почти все страны, в которых ты так или иначе жил, ты этот язык знал. Вот ты же не жил там по 10 лет в этой стране. Как тебе удавалось подхватить язык настолько, чтобы на нем было комфортно общаться и работать? Есть ли какие-то здесь лайфхаки или стади-хаки? Да, это вообще мой любимый вопрос про языки. Потому что считается, что у людей якобы есть талант к языкам. Даже такая фраза есть расхожая, да? Талант к языкам. Или у них типа нет, и им очень тяжело учить языки. Я считаю, что это не так. Все могут выучить любой язык. Я считаю, что проблема в том, что люди не знают, как это работает, изучение языка, как правильно к этому подступиться. Вообще вся индустрия изучения языков – это, как правило, курсы. Да, какие-то. Какие-то школы, курсы. И у любого бизнеса какая цель? Как можно больше денег получить с клиента. То есть, ну, это неплохо, нехорошо, так и так все работает. И к чему пришли многие компании, что модель subscription model, модель, когда ты подписываешься на что-то и платишь там регулярно, да, это самая экономически выгодная модель, как с клиента больше денег получить. Соответственно, в чем тут применение к школам языков? Что в идеальном случае им выгодно, чтобы ты никогда не выучил язык и просто каждый месяц платил за курсы, чувствовал, что ты продвигаешься чуть-чуть, но не слишком сильно, чтобы ты как бы никогда… Вот. Нужно эту систему перевернуть, опять же, с помощью лайфхака. Лайфхак… Я вот две вещи для себя понял, что нужно, во-первых, сначала какие-то самые простые вещи все-таки выучить, и это именно грамматика. Нужно знать грамматику и ее выучить, потому что иначе тебя не поймут просто. А на курсах упор больше на словарный запас, который на самом деле постоянно забывается, на самом деле не нужен, какие-то там части тела изучать или какие-то там совершенно слова, которые ты никогда не будешь употреблять, вот там абсолютно нет смысла. А грамматика позволяет именно иметь какой-то скелет, на который ты потом нанизываешь все остальное. Нанизываешь слова, нанизываешь какие-то фразы, фразеологизмы, нанизываешь просто, что люди говорят там на улице, когда тебя приветствуют и так далее, как заказать в ресторане. И потом наступает момент, когда, через который нужно пройти, это когда тебе нужно заговорить на языке, это то, что называют. И вот на курсах считается, что нужно подождать, пока ты не будешь там комфортно себя чувствовать, и сможешь наконец-то вот магически заговорить. Но такого не бывает. Всегда должен быть момент, когда ты чувствуешь себя почти идиотом, что не можешь изъясниться, не можешь высказать все, что ты хочешь сказать. И это вот очень тяжело, неприятно, но это обязательно нужно пройти. Как я делаю сейчас? Я просто изучаю грамматику, это примерно 20-30 часов. Есть замечательный курс, называется «Мишель Томас». И там суть в том, что ты не берешь никакие курсы. Его изучаешь, и все, до свидания. И именно грамматика. Словно-запаса мало, ничего нет. И после этого ты как-то должен погрузиться в среду изучаемого языка и пройти через эту вот ломку такую. В общем, так я сделал. И есть блог товарища, Бенни Льюис, называется fluentin3months.com. Можем, наверное, какую-то ссылку оставить. Да, ссылочка в описании. И он что говорит? Он говорит, что он берет и с нуля язык доводит до уровня беглого за три месяца. Потом берется за новый язык. И он публикует в YouTube видео каждые две недели, когда он говорит, практически не говорит, совсем, и с кем-то, кто-то его интервьюирует на новом языке для него. И через три месяца ты видишь его прогресс. И он всю жизнь говорил только на одном языке, на английском. И вот так он сейчас так занимается этим. Соответственно, я этим вдохновился. И когда вот мой последний язык, который я выучил, испанский, я приехал в Мексику с нулем испанского. В самолете сделал 10 часов Мишеля Томаса, приземлился, и мне пришлось сразу говорить, потому что там по-английски особо никто не говорит. И через месяц я изъяснялся там на работе, мог купить себе что-то. Через два месяца я сходил на свидание, только на испанском говорил. Да, но это было, конечно, немножко глупо, но наше общение. Но, в общем, да, это произошло. И через четыре месяца я уже сделал презентацию перед бордом всех комиссионеров этой вот организации, где я работал, на испанском, на техническую очень тему в телекоммуникациях. Вот. И я сам не поверил. Когда вечером пришел домой, я вообще думал, как это возможно? Как такое возможно? Оказывается, это возможно. И это совершенно не имеет никакого отношения к какому-то таланту. Потрясающе. Очень вдохновляет эта история, эти примеры. Здорово. Спасибо тебе за нее. Но предлагаю вернуться больше к твоей такой рабочей стороне вопроса. Ты получил инженерное образование, но в какой-то момент ты начинаешь работать в бизнесе. Как это получается? И почему самое интересное? Мне кажется, у меня просто всегда было желание какое-то понять, как мир работает, как все устроено. И если подумать, подавляющее большинство людей работают в каких-то бизнес-организациях, бизнес-структурах, в каких-то компаниях, на разных должностях, чем-то занимаются, совершенно в разных там отделах. Но тем не менее, человечество, чем оно занимается, оно в бизнесе работает. Соответственно, я подумал, блин, ну надо как-то понять, что это вообще такое, как это работает. И вот с тех пор я решил, что, наверное, мне более интересно понять, как все работает и понять, как бы, что и зачем люди делают, нежели чем сфокусироваться на том, чтобы научиться решать какую-то конкретную проблему лучше других. У тебя была карьера, которая развивалась успешно, интересно, в разных странах, на разных проектах, но в какой-то момент ты решаешь, что тебе не хватает MBA. Почему? Какие бонусы, на твой взгляд, дает вот это образование, бизнес-образование? У меня мотивация была очень простая. Я верю в то, как человека может развить определенная среда, потому что мы, по сути, имитируем те, как бы, лайфхаки, какие-то стратегии, идеи, которые мы видим вокруг нас. От кого-то услышим, что, оказывается, там есть такая тема MBA. И, соответственно, мы думаем, а, может, и я могу вообще такое сделать. И мне кажется, в мире мало таких мест, которые тебя за короткий срок как-то вот прокачивают и выводят на новый уровень мышления. И одно из них, мне кажется, это вот программы типа MBA. Есть еще такая штука MPP, Master of Public Policy, магистр по тому, как государственную политику как бы проводить. Вот. И почему? Потому что, во-первых, тебя помещают в новую среду, в новую страну, как правило. Во-вторых, ты окружен, в моем случае, четырьмя сотнями людей, которые с тобой получают эту программу. они из разных стран. Соответственно, вы вот в этом соку варитесь и у друг друга как бы учитесь очень много. И все из разных совершенно профессий, да. В-третьих, это, в моем случае, это был Массачусетский технологический институт, MIT, который одно из самых серьезных и мощных учебных заведений в принципе в мире, где разрабатываются там новейшие технологии. И очень много чему можно учиться, просто находясь в этом, в этой окружающей среде. Просто идешь там, не знаю, по коридору или там вечером кушаешь и там какой-то аспирант, PHD, который работает на какой-то там совершенно нереальной новой технологии, как там в принципе компьютеры учреждительные процессы проводят. Или астрофизики какие-то, которые рассуждают о черных дырах. То есть, это такой environment, который тебя выводит наверх. Это была моя цель. Но есть, конечно, более какие-то конкретные цели, например, сменить там место работы, индустрию, страну. и это хороший инструмент для этого тоже. Насколько я понимаю, ты не получил каких-то грантов или стипендий и оплачивал со своего кармана это обучение. Можешь немножко подробнее рассказать, сколько стоило это обучение и вообще пошел ли бы ты на этот шаг снова? Действительно, это очень дорого и по меркам российским, например, это совершенно какие-то космические деньги. В Петербурге можно купить, я не знаю, три квартиры вполне себе такие нормальные. Я вот как-то раз прыгнул с моста в воду. Сколько-то было, не знаю, пять-восемь метров высоты. И я подходил к краю и не мог решиться никак. И я спрыгнул только тогда, когда я отошел чуть-чуть и просто думаю, ну если я вот сейчас просто не разбегусь и не прыгну, то я никогда не прыгну. Мне очень хотелось, с другой стороны было страшно. И так и получилось. Мне кажется, так же с этим MBA и, например, там завести детей. То есть нет какого-то идеального момента, нет, никогда ты не готов на сто процентов. Ты просто как бы берешь и принимаешь это решение. Я не жалею абсолютно, мне кажется, это был офигенский жизненный опыт. И да, это большие деньги и как бы, ну, сейчас воспринимается, по-другому, нежели раньше. Но сделали бы я такое решение еще раз, принял бы, да. Можешь немножко подробнее рассказать вот о сумме? Понятно, если ты получаешь грант, условно говоря, тебе там кто-то спонсирует эту учебу. Вот если у меня, например, нету, допустим, это там, насколько я слышала, 70 тысяч долларов в год, да? Как это получается с проживанием и со всем этим? Но если у меня этих денег нет, я могу ли получить какой-то кредит или что? Как вообще туда подступиться? Да, 70 тысяч долларов в год это еще по минимуму. Скорее, это больше даже. Одно обучение, когда я учился, стоило за два года 125 тысяч долларов, только обучение. Да. Сейчас они каждый год повышаются. Плюс это, естественно, проживание, там питание, все затраты. То есть условно 200 тысяч. Да, это много очень денег. Тут такая история, именно MBA, на нее очень трудно получить какие-то стипендии и гранты, потому что подразумевается, что человек идет на эту степень, чтобы потом увеличить свою зарплату, работать на более высокой позиции, зарабатывать больше денег, соответственно, такая прямо бизнес получается расчет. То есть, типа, ты будешь получать больше денег, соответственно, ты вкладываешь, а потом получаешь эти деньги как бы обратно, отбиваешь и там зарабатываешь больше. Ну, а что делать в этом случае, если нет денег таких, ну, и стипендий и грантов тоже нет. Брать кредит? Да, как правило, во всех американских университетах существует уже система, которая позволяет студентам из-за рубежа получить этот кредит и его дают практически всем. То есть, я никогда не слышал, чтобы кому-то отказали в нем. Его дают на всю сумму обучения. Расскажи о том, как проходило поступление в MIT, на MBA. Какие экзамены ты сдавал, с какими основными челленджами ты столкнулся? Раскрою все лайфхаки тоже. Отлично. Да, без лжи и фальши. Во-первых, GMAT, да, это такой тест, тест, стандартизированный тест для тех, кто поступает на MBA и некоторые другие программы. Это математика или несколько предметов? Там, он состоит из двух основных частей. Одна, да, это математика, и вторая, это логика слэш английский. Интересно. сочетание. После этого это набор эссе. Нужно написать эссе на вопросы типа, зачем ты на эту программу подаешься, что ты собираешься делать потом, расскажи про себя, какие-то такого сорта вопросы. Некоторые более витиеватые, например, что для тебя больше всего значит и почему. Это такое классическое эссе Стэнфорда, которое спрашивает с года в год своих тех, кто подается. Плюс к этому резюме, весь набор документов, твои там все дипломы, какие-то пояснения. Ну, джимат тут все понятно, его нужно сдать, и это как язык работает, то есть его нужно как бы натренировать, и ни у кого нет врожденного таланта к джимату, потому что нужно реально просто продвинуться. Все с разных как бы степеней начинают в зависимости от своего не знаю, математического какого-то бэкграунда, но всем нужно как бы натренироваться, чтобы его сдать лучше. И в всех университетах своя планка по нему. По эссе вот этот момент, мне кажется, можно чуть подробнее рассказать. У нас в русскоязычных странах постсоветском пространстве, мне кажется, не принято особо писать эссе или вообще учиться коммуникации в целом, и в частности письменной коммуникации, то есть передавать свои идеи в концентрированном, правильном, легко читаемом виде с целью донесения какой-то своей мысли или какого-то своего видения чего-то. Соответственно, это очень трудно для нас, и в Америке, мы говорим американских школ, в первую очередь, в Америке этот навык отточен просто до совершенства, то есть это с молоком матери практически у людей. Да, я слышала, что в детском саду они презентуют свою игрушку, потом они пишут эссе, и я здесь тоже ходила в колледж, на классы английского языка они назывались, но на самом деле нас учили писать эссе, это интересно. Расскажи о том, как это правильно делать. Ну, с точки зрения поступления, проблема в том, что мы просто не знаем, какая планка здесь, понимаешь, и поэтому, когда люди читают эссе, которые просто, у меня как было на поступлении, я сначала поступал только в Стэнфорд, я подумал, о, я могу поступить куда хочу, оказывается, я тоже могу, потому что я увидел, как у меня знакомая туда поступила, я подумал, оказывается, обычные люди, такие, может быть, даже как я, могут поступить. Поступил, и меня не взяли. Я думаю, что же не так пошло? И тут я начал узнавать, как бы, а как это реально работает, это поступление в топ американские школы, ну, в принципе, на американские программы. И оказалось, что, во-первых, я совершенно не понимал, какая планка у бэкграунда людей и вот у подхода к этому, к этому написанию этих документов на поступление. Это первое. Второе, люди очень часто работают с консультантами, которые им советуют, как правильно это все написать. Третье, это такая продажа, продажа себя в хорошем смысле. И вот, опять же, в американской системе люди это очень хорошо умеют делать. То есть, я расскажу, вот как я обычно рассказываю, какой идеальный кандидат, которого любая школа захочет взять. Это такой человек, который, во-первых, с хорошим образованием учился в какой-то топ-школе. Я рассказываю идеальный вариант, а дальше, как к нему можно лайфхак прийти. Учился в какой-то там, в какой-нибудь Принстоне или какой-то очень элитной школе, причем известной. Новосибирский государственный университет для нас это там величина или там МГУ, там СПГУ, еще что-то. Минский государственный университет. Белорусский. Белорусский государственный университет. То они просто не будут его знать. То есть это, ну окей, ну звучит там интересно, но я не знаю, что это реально себя представляет. А там Принстон, Yale, MIT, Stanford, это все понятно. Дальше этот человек пошел в какую-то компанию с тоже очень известным именем, в которую считается, что отбор очень сложный. То есть он прошел еще один фильтр. Все о фильтрах. Там какой-нибудь McKinsey, какой-нибудь Google и так далее. С большим именем, которое всем известно. После этого он поехал в Африку и стал свой стартап сделал, который там в микрофинансах и помогает там каким-то людям из Кении в каком-то там отдельном... Социальном. И причем все классно сложилось там все, они решили там этот социальный вопрос, помогли там экс-количество людей и так далее. Потом он попробовал свой стартап там делать и поднял деньги и там, может быть, не получилось, а может быть, получилось. И вот работает опять в какой-то понятной организации. Им подается бизнес-школа, говорит, хочу новое знание приобрести, его берут. Как к этому приблизиться? Представить свою историю, весь свой комплект документов как одну историю, которая упирает на одни и те же моменты. на какое-то преодоление, то есть практически как сценарий голливудского фильма, реально. То есть, если почитать, как вообще работает сценарий фильма, то там есть какой-то герой, сначала его представляет, потом этот герой попадает в какую-то ситуацию и начинается какой-то конфликт, представляется конфликт, драма, что там все висит на волоске, практически все уже нет, все потеряно, невозможно выйти из ситуации и зритель или там читатель, он верит в то, что ну все, ну все пропало. И после этого каким-то чудом, неожиданным чудом, каким-то что-то вот получается и вот герой на коне и все получается и он дальше живет счастливо. Вот в таком же виде должно быть, должен быть весь пакет документов. То есть, ты там, не знаю, родился, после этого какие-то были обстоятельства, которые, через которые ты прошел вот, и вышел из них героем. И вот весь твой аппликейшн должен об этом говорить. То есть, в СС должно быть покрыто, должно повторить ты несколько раз должен это. И вот это все нужно выстроить. Это самый ключ, ключ ко всему на самом деле. Это люди, люди этого не знают. Вот. Ну и плюс можно затыкать как бы дырки в этом идеальном профиле. Например, какой-то волонтерский экспириенс какой-то приобрести или какой-то там стартапе поучаствовать. Короче, вот к такому идеальному профилю привести свой. Нужно быть немножко режиссером. Ты сказал о том, что для тебя MBA, MIT это то, что ты бы повторил. Несмотря на то, что это очень дорого, несмотря на то, что это большой челлендж, но ты бы повторил. Наверняка ты со своим кругом выпускников общаешься. Вот как в среднем складывается их судьба? Какие зарплаты они получают там от до? Какие должности они занимают? В каких индустриях они работают? Что касается зарплат, то это можно вообще посмотреть. Можно пойти на сайт любой школы бизнеса и они публикуют все зарплаты сразу после школы, там через 3 года, по-моему, после окончания школы. Эти все цифры там есть, причем они дают классную статистику, разбита там по городу. В основном в Штатах. То, что вне Штатов, это для них international. Естественно, там трудно что-то сказать. Ну, нет, они говорят цифры, но как бы, ну, сложно сравнивать, там, не знаю, станы более, более развитые, с менее развитыми и так далее. Поэтому там немножко не ясно, как судить. Да. Чем люди занимаются? MBA это такой немножко инкубатор в какой-то степени. то есть предполагается, что люди занимаются такими понятными карьерами после этого. И эти направления это, как правило, консалтинг, это тэг и это, наверное, стартап. Сейчас это набирает популярность, как и вне MBA мира. Вот, в общем, люди одну из этих трех вещей делают. Наверное, четвертое, это просто какие-то там, так называемые line managers, то есть люди, которые просто занимают какие-то менеджерские позиции в компаниях вне тэг. Ну и вот большинство людей, оно строит свою карьеру дальше в этих компаниях. А маленькое количество людей либо пытаются строить что-то свое, либо какие-то неочевидные вещи делают. Расскажи о том, как складывается твоя карьера после того, как ты получил MBA в MIT. И, в частности, я предлагаю начать с поисков работы. Насколько это было легко? Почему спрашиваю? Потому что кажется, и вообще, не знаю, существует миф или легенда, о том, что если ты заканчиваешь здесь университет с громким именем, то фактически ты открываешь почти любые двери ногой, что тебе везде рады. Так ли это? Здесь нужно различать американцев, которые учатся в этих школах, и международных студентов, включая русскоязычных студентов. Дело в том, что они эту систему знают изнутри всю, и к ней готовятся, как только поступает в университет, в принципе, они знают, что есть такая вещь, бизнес-школа, и для этого есть такой более-менее понятный путь, а мы особо не знаем, как это работает. Это первый момент. Второй момент, бизнес-школа это бизнес. То есть эти заведения учебные, они зарабатывают деньги, они частные, как правило, и зарабатывают деньги. Их продукт это вот обучение, программа. Соответственно, они продают себя, и когда ты в них поступаешь, то, что тебе не говорят, что поиск работы занимает большое очень количество времени, которое ты там проводишь, потому что это не очевидно. Да, это тебе открывает двери в большое количество возможностей, еда, как правило, люди занимаются вещами, которые бы они не попали бы на эти работы и так далее, но на блюдечке с голубой каемочкой ничего не дается просто так. И нужно как бы люди конкурируют по сути за какой-то набор работ. Соответственно, занимает очень много времени, это тоже тебе не говорят. У меня, наверное, на поиск работы да и у всех моих одноклассников выходило там, не знаю, 20-30% всего времени. я не знал, что это будет так. А международным студентам сложнее, потому что в Америке не все позиции открыты для людей, которые не американцы, не с гражданством. А так, в принципе, какую-то работу получить, в принципе, не так сложно. То есть, что-то обязательно получится. А вот если хочешь найти что-то, что именно тебе хочется, как я вот раньше упоминал, дать систему, чтобы наоборот придумать себе, что нужно, это сложнее. И вот я по такому пути пошел, у меня было три или четыре офера из разных компаний, крупных корпораций, и я от них отказался и решил, что вот я все-таки хочу что-то такое придумать свое. И проделал такое упражнение, есть такая книжка очень полезная по поиску работы, просто гениальная, как вот Мишель Томас для поиска работы. Называется, странное название у нее, What color is your parachute? Какого цвета у тебя парашют? Интересно. И да, и там есть упражнение со странным названием, называется Flower Exercise, цветочное упражнение. И в общем, оно тебе позволяет найти какую-то очень узкую нишу, в чем, что тебе реально нравится, и плюс, помимо того, придумать, какой тип организации тебе интересен, с какими людьми тебе интересно работать и нравится, какие занятия тебе нравится делать и из твоего прошлого тебя реально дравят и наполняют как бы энергией. И ты вот такой составляешь себе полный список. И я ровно это проделал, нашел там шесть компаний в мире, которые занимаются таким, которые из них в Штатах все проконтактировал. И вот компания, где я сейчас работаю, один из двух проектов, которыми я занимаюсь, она вот по всем пунктикам я реально делаю то, что я себе вот написал. Я прямо ее себе придумал, и ровно-ровно все соответствует. И город, и тип компании, чем она занимается, и моя роль, и чем я занимаюсь каждый день, и какой у меня начальник, что и чему я у него учусь. Все просто ровно, как я написал на бумажке. Прям не верится даже. Расскажи о том, чем ты занимаешься, какая у тебя должность, и от компании, где ты работаешь. Да, называется компания Grand Data. Это стартап Сан-Франциско по Big Data. У нас один из самых мощных датасетов, в принципе, по поведению потребителей. У нас данные напрямую от большого телеком-оператора в Америке. Соответственно, мы можем очень интересные предсказывать вещи, как покупатели будут себя вести. Например, мы строим социальный граф. Это означает, что это модель социальной сети как бы всей данного города или даже данной страны. И я занимаюсь бизнес-девелопментом и продажами. Я придумываю... Ну, так как это стартап, в стартапах обычно занимаешься гораздо большим количеством вещей, нежели чем просто твоя должность говорит. Соответственно, я придумываю, как из их данных как это превратить в продукты, которые решают конкретные проблемы в конкретных индустриях и бизнесах, если в целом. Можешь ли ты дать какой-то рецепт успеха? Что нужно знать кандидатам для того, чтобы быть востребованной в американском рынке? Конечно же, я сейчас говорю про интернациональных кандидатов, которые не выросли в этой культуре. Может быть, ты можешь поделиться какими-то лайфхаками, work-хаками. Но ты уже, в принципе, сказал, что нужно быть очень в узкой области подходящим кандидатом. Нужно быть готовым к уровню конкуренции, нужно быть готовым к отказам. Я помню, мой поиск работы в России, это какое-то совершенно, по моим сегодняшним впечатлениям, это какая-то прогулка по сравнению с тем, как здесь, нужно сказать, работаю. То есть, ты говоришь на уровне интерминет на английском, вау, ты сразу выходишь вверх всех резюме. А здесь, так как люди со всего мира находятся, и как бы, да, как-то конкуренция в среднем выше. Ну, это просто мое впечатление о том, какова реальность. Лайфхак есть, вот, лайфхак, есть воркхак. Что здесь делают люди, причем даже не все, то есть, даже в Америке это воркхак, это вообще ultimate воркхак. И что, о чем я никогда не слышал раньше, это кофе-чаты. Ты находишь человека, который работает на позиции, которую ты хочешь получить в компании, которая тебе интересна, или тип компании, которая тебе интересна. Это первый вариант. Второй вариант, начальник, который потенциально был бы твоим начальником, да, и ты им пишешь, слушай, я вот думаю про там такой-то аспект такой-то индустрии, можно ты эксперт в каком-то таком виде это сформулировать, чтобы это было ненавязчиво, можно с тобой 10-20 минут по телефону поговорить, хочу просто задать три вопроса. И люди, как правило, отзываются на это, потому что, во-первых, так мало кто делает, то есть, любопытство сразу, интересно, интересно, вот, и очень часто это оказывается, как минимум, это оказывается какой-то интересной информацией, кто тебя продвигает дальше в твоем поиске, да, а очень часто просто оказывается, что люди, во-первых, либо говорят тебе, я слышал, что там какой-то мой друг, они там ищут людей, которые этим занимаются, могу тебя соединить с ними, если хочешь, или вообще, прямо чуть ли не работу могут тебе предложить, да, это вообще, это такой хак, бесплатно. Ну да, конечно, потому что, когда человек интересуется индустрией, заинтересованный человек более ценен, чем человек, который просто ищет работу, правильно? Да, и в моей компании, где я работаю, я вот так сделал, я написал сразу несколько людям, сказал, можешь с вами поговорить, и, как я уже говорил, это получается разговор на равных, а не, я ищу работу, то есть, мы оба, как бы, в этой индустрии, мы оба такие вот эксперты, и мы как бы делимся там мнениями, и через два дня там мне оффер из двух компаний по подобному подходу, да, и после этого ни один человек в нашей компании никому так, в таком виде не написал. А можешь ли ты сравнить, чем отличается вот бизнес-девелопмент в технической компании, вот в тех-индустрии, и в любой другой индустрии? Есть ли какие-то свои особенности? Одна вещь мне приходит на ум, хотя, в принципе, любой бизнес это в одном и том же, всего одно уравнение, там, профит, это доходы минус затраты, здесь любой бизнес работает одинаково, но в тех-индустрии, мне кажется, это профессия, там, продажи, бизнес-девелопмент, маркетинг, все становится более и более дата-дривен, то есть, все автоматизируется, все на основании данных, решения принимаются, ну, наверное, достаточно очевидная вещь, но количество как бы тулзов, инструментов, которые люди используют для продаж, мне кажется, такого вне тег, такого количества вещей нет, то есть, там, доходит до автоматизации, вообще, например, мне рассказывали друзья, что у них устроена так продажа, что они видят, допустим, что какая-то компания там зашла на их сайт, они находят CEO этой компании, автоматически с LinkedIn-а CEO их компании Friend Request отправляется запрос на добавление в друзья этому CEO в LinkedIn, автоматически CEO ничего не делает, когда тот его добавляет, автоматически ему посылается письмо, что, о, вы случайно не ищите инструмент типа нашего, который мы продаем, и когда уже на каком-то последнем этапе включается человек, и таких вот хитрых схем у них придумана целая куча, мне кажется, чем дальше, тем больше все компании будут делать так, продажи без девелопен и маркетинг. Возвращаясь к твоему инженерному образованию, у меня вопрос, насколько тебе оно помогает в твоей бизнес-карьере? Почему спрашиваю? Потому что, условно говоря, есть у меня как бы какие-то инсайдеры, да, которые говорят, что сейчас, во-первых, на топ-менеджерские позиции все чаще нанимают людей, у которых есть технический бэкграунд. Как ты можешь прокомментировать вот эти мои, условно говоря, инсайды? А во-вторых, насколько вот ты на себе ощущаешь, что твое инженерное образование тебе помогает в бизнес-карьере? Ну, по первой части, мне кажется, что да, я тоже слышал, что более лояльно относятся инвесторы к командам, в которых есть как минимум один человек из фаундеров, который технически подкован. потому что тогда просто быстрее строятся правильные процессы, быстрее строятся продукты, что нужно строить и так далее. Хотя, мне кажется, прямо правила особого нет для этого. И есть куча CEO с любым бэкграундом, без образования, с филологическим образованием, с любым. У меня появились шансы. По второй части вопроса, да, иметь, конечно, инженерное образование и в частности бэкграунд человека, который был программистом или знает, как писать код. Это очень, конечно, полезно и помогает в общении с командами разработчиков, дата-сайентистов, когда ты можешь правильнее ставить задачи, понимать правильнее, сколько времени определенные вещи занимают, просто понимать других людей, понимать, где ты их начинаешь пушить, а где как бы ты их начинаешь просто в здоровом таком виде подбадривать. Хотелось бы задать тебе еще один вопрос. Поскольку у меня аудитория это в основном разработчики или там QA-инженеры, я все чаще слышу здесь, что русскоязычные разработчики, им не достает бизнес-скиллов. Ну, условно говоря, они пишут код, они стараются писать красивый, чистый код, но они не видят бизнеса. И казалось бы, да, ну, а зачем? Но почему-то местные работодатели, местные компании, они хотят видеть, чтобы было какое-то бизнес-мышление, потому что каждый день он принимает какие-то важные для бизнеса решения. Можешь ли ты дать какие-то советы, не знаю, книги, где можно приобрести вот эти знания, хотя бы какие-то глобальные, может быть, не точечные, но вот, чтобы их нахвататься? В целом у меня впечатление, и в частности из моего опыта работы с разработчиками и командами разработчиков, что качество, в принципе, работы и человека, разработчика определяется, мне кажется, тем, как он может понять задачу, которая сформулирована не конкретно, то есть, с точки зрения, как бы, что бизнес пытается сделать, и это довести до уровня кода, который приходит к решению этой задачи. То есть, в одном случае разработчик, на мой взгляд, более низкого уровня должен получить задачу, очень четко сформулированную и техническое задание, которое не оставляет никакого пространства для интерпретации, то есть, нужно просто взять вот это задание и превратить его в код. А разработчик, которого я считаю для себя более высокой квалификации, ему не обязательно нужно разжевывать техническое задание до каждой детали, чтобы не оставалось вообще никаких сомнений. Его можно дать задачу более широко, да, и те люди, у которых нет бэкграунда в программировании, они как бы говорят, как будто бы на разных языках. И, соответственно, кто к кому будет идти навстречу? Бизнес, человек к разработчику, разжевывая техническое задание, или же разработчик, к бизнес-работнику, помогая ему превратить его в какое-то расплывчатое бизнес-задание, ну, как расплывчатое, расплывчатое, с точки зрения кода, в конкретные задачи, конкретную архитектуру. И мне кажется, что поэтому, как бы, и мне кажется, ты слышала, что иметь вот эту бизнесовую составляющую помогает тебе становиться выше, потому что, чем больше у тебя умения превращать бизнес-задачу в конкретную архитектуру, технологический стэк и код, это, собственно, CTO. Это именно то, чем они занимаются, да? А если на уровень ниже, то ты тим-лидер. Все равно ты занимаешься тем, что работаешь с бизнесом, и как бы переводишь это там разработчикам, которые работают с тобой. Соответственно, мне кажется, это напрямую просто связано с тем, на каком ты уровне работаешь. По книгам, во-первых, это то, как строятся стартапы, то есть, как работает продуктовое мышление. На эту тему есть множество книг, я могу, даже не знаю, что рекомендовать, это нужно спросить, наверное, у любого человека, который работает в стартапе и там фаундер, он тебе сразу даст ряд книжек. Ну вот, я очень люблю мамс-тест, как разговаривать с предполагаемыми пользователями, понимать, как бы, их проблему, мамс-тест, а не помню, как это по-русски оно называется. Ну, или что-то по руководству, как делать стартап от нуля до стартапа. Вот в MIT у нас прикольно есть 24 Steps for Disciplined Entrepreneurship или просто Disciplined Entrepreneurship, то есть, дисциплинированное предпринимательство. Есть Стива Бленка, Стива Бленка, очень классные книжки, как строить стартап, по сути, такой рецепт от нуля, как бы, шаг первый, шаг второй, шаг третий и так далее. Вот это, мне кажется, раз. Ну и плюс как бы коммуникация. По коммуникации есть очень классная книжка, которую в Гугле я знаю, всем дают и тренинг по ней делают. Называется, я забыл, как она называется. мы ее найдем и положим в описании к этому видео. тоже написание. Она у меня закачана во всевозможные прослушиватели аудиокниг. У меня тут заготовлен был вопрос, который, собственно, очень краткий. Стартап или корпорация? Но, очевидно, ты выбираешь стартап, как ты сказал. У тебя было несколько предложений о работе с корпорацией, но ты выбрал стартап. В чем преимущество стартапа, работы в стартапе для тебя? Ну, это философский вопрос. Да, мы это любим. Мне кажется, у каждого свое предпочтение. Кому-то нравится больше в корпорациях. То есть, это, я бы сказал, самая главная дилемма и выбор, который ты делаешь, это стабильность и в корпорациях это более стабильная работа, а в стартапах это больше как бы риска и такого предпринимательского духа в плане давайте построим что-то новое или решим какую-то проблему. Ну, естественно, тут правильного варианта нет, потому что можно работать в корпорации и как будто бы внутри стартапа, а можно работать в стартапе, который такой вялый и работает с кучей политики внутренней, да. Мне ближе стартап, потому что у меня как бы цель понять, как это все работает, предпринимательство, как строить компании, как строить команды, как их организовывать, поэтому я двигаюсь по этому пути. Судя по твоему бэкграунду, по твоей карьере, ну, и, собственно, ты сейчас рассказывал про стартап, понятно, что ты человек такой рисковый, да, и что были какие-то этапы, когда ты принимал такие решения, на которые отважится не каждый человек. Ну, очевидно, что не 99% людей возьмут на себя там долг, условно говоря, в 200 тысяч, чтобы получить что-то, но не быть уверенным в том, что они это получат, или поедут работать в Индию, или будут постоянно там каждые сколько-то лет переезжать в страны и пытаться вникнуть в местную культуру и что-то менять. В связи с этим у меня несколько вопросов, один из которых о том, вот что твоя главная мотивация вообще в жизни, вот в карьере, что тебя двигает? Это почти как СС Стэнфорд, да. Мне кажется, мне больше всего интересно понимать, как работает мир, как работают бизнесы, как устроены, как работает правительство, как работают решения каких-то проблем в обществе, как работает, почему страны разные, почему люди разные, вот это все. И на основании понятого мне интересно строить какие-то продукты и работать на каких-то проектах, которые делают вклад в решение проблем общества, которые мне близки и соответствуют моим ценностям. В частности, например, равный доступ к возможностям. Мне кажется, что все люди могут достигнуть всего, чего они хотят только достигнуть, не в плане какой-то там американской мечты и там какого-то просто ободрения людей ради ободрения, но это действительно так. И люди, мне кажется, не до конца верят в себя. Мы руководствуем тем, что мы видим вокруг себя, а то, что как бы дальше, нам это неизвестно. И благодаря, например, твоему блогу и вообще возможности, которые интернет открыл людям, сейчас можно понять, например, чем занимается там выпускник MBA, чем занимается директор по продажам Google, чем занимается там дизайнер Google и кто угодно. Раньше этого нельзя было понять. И мне кажется, что важно, чтобы людей были равные начальные условия. Соответственно, если я создам какой-то продукт, который будет это предоставлять, то вот мне от этого будет очень приятно. и вместе с этим вопрос, который я часто задаю людям, которые вот, ну, кажется, что ты такой энергетический злот, так постоянно что-то меняешь, что-то делаешь, но были ли у тебя когда-нибудь профессиональные застой, выгорание? Помнишь ли это такое? Да, мне кажется, что вообще, если кто-то говорит, что их не было, это неправда. Вот, помнишь, у Стива Джобса его речь на выпускном в Стэнфорде, где вот эта знаменитая речь про connecting the dots, где он говорит, что понять, почему ты делал что-то в прошлом, можно только из настоящего, то есть, когда ты смотришь вперед, то ты не можешь понять, зачем ты делаешь то, что ты сейчас делаешь, только можешь понять, какой смысл имело вообще все в твоем прошлом после того, как ты это уже прошел, и ты можешь говорить, а, окей, ну, вот это я сделал. Оказывается, все было примерно в одном направлении, хотя кажется в начале, что нет. То есть, мне кажется, что все люди в какой-то степени потеряны, они не знают, что дальше происходит. Вот, Познер выпустил интервью с Новым Чомский, который один из самых главных вообще интеллектуалов и мыслителей сейчас планеты, вообще современности, то есть, это просто мега-человек. И он его спрашивает, а как вы в лингвистику пришли? А тот говорит, какую-то объясняет, как будто это была совершенно какая-то случайность, совершенно непродуманная. Мне кажется, так все и работает, что нужно просто иметь здоровый баланс между тем, чтобы свою жизнь дизайнить и как бы ее пробовать разные вещи и оставлять пространство для то, что по-английски называется serendipity. То есть, как это объяснить? Это такой такой феномен, что вещи просто случайным образом как-то происходят. Какие-то возможности, те стучатся как бы в дверь и нужно быть открытым к тому, чтобы их открыть дверь и их ухватить. А про design your life есть книжка очень классная, называется designing your life. как дизайнить собственную жизнь и там применяется подход design thinking к жизни. То есть, как итерации, прописать какие-то цели, посмотреть, что работает, не работает. Рекомендую. Твоя карьера, как ты ее видишь? Есть ли у тебя четкий план? В какой стране ты будешь жить? В какой области работать? Будешь ли вообще работать? Ну, пока мне нравится здесь, в Сан-Франциско. Очень классная окружающая среда. Как вот я говорил про MIT, здесь тоже, в Сан-Франциско. Все создано для того, чтобы люди друг другу помогали как-то расти. Мне нравится, так как моя цель это построить какую-то свою компанию, в которой я работаю. Соответственно, мне кажется, это классное место для этого. Пока так. Посмотрим, какая возможность стучит в дверь. Спасибо тебе за интервью. Желаю тебе, чтобы все твои планы реализовались, даже если они изменятся. Спасибо. Ну и я надеюсь, что это интервью вдохновило, и здесь было столько лайфхаков, что теперь, мне кажется, намного проще будет поступить в MIT и вообще найти работу в любой стране. Спасибо тебе еще раз. Да, спасибо большое, что пригласила. На этом все. Всем пока. Не забывайте подписаться на канал и поставить нам лайк. Всем пока. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok